всем здарова мои дорогие все начинаем уже конкретно прохождение за выбираем жизненный путь и якобы здесь дитя улиц вот друзья сделал я у такого себе персонажа вот он я создался вы не ждали тут короче этот размер пениса всего как положено его выбрали билду посоле 40 сантиметров вот такого чувака такого сделали себе вот такие татуировки нанесли все можем продолжить распределил ящики навыков вот сила 5 интеллект 3 я не стал трогается реакция 6 техника 3 и хладнокровие 5 вот там посмотрим дальше что друзья погнали погнали давайте пройдем сейчас пролог за вы еще не видели это уже конкретно прохождение все вперед пролог за дитя улиц дитя улица совершенно верно все погнали вот такие вот дела друзья ребята сейчас уже начинаем свое прохождение киберпанка то что подписывайтесь на мой канал кто этого не сделал еще по какой-то либо причине будем смотреть что тут у нас будем смотреть на этот долгострой я еще помню когда анонсировали только игру когда показали эту девушку которая с клинками богомола вау я думал это так просто не показали я думал игре это не будет когда вышло вышло сколько-то лет 7 лет по моему прошу наверно 7 лет представляете обалдеть моему ребенку сейчас в 8 посмотрим будем дитя улиц ну как обычно все все практически стримеры все блоги там выбирают дитя улиц якобы но ассоциирует себя с такими сгопниками вот обезболивающим туре гопни какой-то давай выпьем хапнем рюмочку но дождь поломал короче нас пиздит короче мы какие-то лошок тут короче получается начинаем за лошка ну давай блять уебок все в порядке роман какой-то хуила захотел моих денег я разобрался что кто-то с района назови хоть одного такого борзова у нас на районе слушай нарисовалась проблема серьезно короче видно сразу шагопник сразу матом короче ругается так выкладывай говори уже давай что у тебя там стряслось я нам задолжал кирку если ты завтра не отдам он мне ноги переломает с ним вообще лучше не ссориться его картели прикрывают взял взаймы у кирка он же ебаный ростовщик каждая крыса в хейвуде это знает поменяет брат откинулся надо было его встретить сам виноват знаю я поговорю с кирка а ты мне потом будешь должен а ты бабе до сих пор ноги не сделали так давай даже смотри видите у все у всех у всех на проходит на стримах у ю нету ног вот такой вот бар все это уже у нас конкретно прохождение будем проходить эту игру короче сбухают у нас чуваки есть карточка у меня есть карточка такая с дисками шла так они играют пошли а поиграть мы можем я пока не можем сидят этот разбор обухает о малолетки бухают филипп морис курит гигаза гигаза давай поговорим с небеса важно чтобы было норм сегодня была ухали в больнице слава богу просто ребра поломаны пуля прошла на вылет а что случилось полицейская облава пытались поймать каких-то дилеров доигрался сынок он там просто стоял просто стоял ясно эти скоты стреляли во всех подряд и хреново не так кушают я смотрю такой все наложил щас рука здесь килограмма 2 нормально ну что тут могу строить тирайский три хочешь чумба блять сам ты чумба чумба еще позвали сейчас мобильник подброем пацаны я нельзя пока ладно о сосочках стоит меня ничего не интересует я виду что по жизни ничего не интересует стоишь любить шаверка так идем о это антон логвинов ребята это антон логвинов приятного аппетита все дядя я вот такой взгляд такой взгляд такой у него гашена до антоха как там нижний интернет поживает привет кирк есть дело и какие люди выкладывать чё тебе надо голос поперечную помог поперечный вам попросил с тобой поговорить а он сам что стесняется так ты скажи ему что я не кусаюсь пока что а тебе хули надо и балла тверди свою на если бургер перенеси срока он все вернет ему просто нужно больше времени я чё по-твоему благотворительный фонд если ты занимаешь то будь добр отдать с процентами он знал на что подписывается да из чего мне давать поблажки ебанатом который не держит слова дело не в нем просто я об этом тебя прошу нормальный голос говорят что голос поперечного не подходит этого персонажа такой слащавый такой ну одним словом ли туру мы нахуй нормально пойдет сейчас подожди дай прочитаю что написано я тоже однажды тебе помогу давай его припугнем немного да вот что я тебе скажу кир мне кажется ты иногда забываешь что ты ведь не местный ты приезжаешь в хейвуд с гастролями а живешь то далекой далекой пасифики это ты сейчас к чему к тому я бы советовал тебе включать мозг прежде чем наезжать на кого-то из мест ну можем кое-что придумать смотрите какие журналы интерактивный класс это будущее так и будет смотри окей клевая тачка во всем городе таких всего 4 1 у директора рейфилда 2 у мэра райана 3 стоит в пункте проката а четвертое у майкла джексона четвертое скоро будет у моего клиента конечно после того как ты ее угонишь после этого вы спите будете в расчете само собой я свое слово держу ты же знаешь да не вопрос угонишь для меня этот рейфилд спешу долг и тебе тоже чуть подкину по доброте душевной мой человек рик работает на парковке углей это клуб где бывает хозяин рейфилда каждый вечер пятница он там как штык как только ты придешь рик выключит камеры откроет ворота и вперед тебе останется только сесть в рейфилд и укатить все просто как отключить как на себе это представляешь я влетаю под пузо этому рейфилду замыкаю провода и дальше еду куда хочу кирку таких машин есть сигналка кстати очень хорошие вот этой вот хреновины открывают двери в сервис центрах рейфилда она обходит идентификацию личности то есть это ключ от всех рейфилда в городе да ладно кирк ты ведь сам это не веришь волшебники из кабуки и не такую технику продают из-под прилавка укрепись вере брат так что согласен но мы я торчу от этого антохи логиного короче классно чего это же они говорили шаре вот в игру добавить или он кого-то позвучивать будет охота то что у тебя масло на рубашке ты всю рубашку залепил чувак такой неразговорчивый клоп клоп так давайте забираем этот так взять устройство до согласен я же говорил что ты езжай в угли это в глине рик будет ждать тебя в гараже договоритесь с ним обо всем удачи там если что я всегда на связи давай буду голосовать за пиралис никакой разницы чувак тиханов ну что так золотой я тебя понял японец в боксе да ладно она быстро как его положить если по нему хрен попадет я могу себе это позволить это тяжелый сукин сын что не плять а чё это я не вижу ни лимонов не лаймов а тут они где-то точно а принимает в бары этот короче тут напитки он разну кей ей давай пойдем подайте мелочи ветерану дать денег на держи а ты сегодня ветеран а ты у нас сегодня ветеран ну а что военным всегда больше подают все ясно и дешевых вот это подадим денег на на держи копеечку тебя спасибо мальчик помоги тебе бог держи донат себе гибернетический бог пожирает своих детей в санту пусть приготовятся до падре но на тоже кого я вижу умешнут цыган какой-то давно не виделись не знал что ты в городе я вернулся из атланты пару недель назад вижу что дома тебя уже встретили как там на востоке расскажу как нибудь мне сейчас надо по делам давай мы тебя подвезем заодно и расскажешь маркус поехали сесть машину педро тебя куда в глен подбросьте меня куглям парадному нет черному входу я покажу где встать маркус ты слышал это педро тут местных тебе старый добрый найт сити заказы есть мелочь всякая то тут то там ничего крупного пока так что я справляюсь но спасибо что сплант оказалась не такой как ты ожидал у меня особо и не было ожиданий я просто надеялся что там лучше чем здесь не лучше может это все и к лучшему у такой местный барон он короче видно такой много разных банк будет контроль над улицами что там кто-то сигналит нас мы остановились останови машину что такое ничего оружие есть кто-то будет себастьян и бара похоже мне сегодня повезло блюдо обезьяне слушай разобраться раз и навсегда у меня к тебе хорошее предложение папаша ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой я отдаю тебе глен и мы ты какой-то место тоже бандит видишь какое добрый ну попашу хоть одно слово а ты не лезь я тебя не знаю я тебя тоже а это значит нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь понял что еще мне кажется наш разговор подошел к концу берегись падра в этом городе легко поймать пулю тебе это тоже относится но такой вещь прокачаны смотри весь в имплантантах чувак не ну на самом деле я так в живую так не разговаривал а что ему стоит бля стрельность было в лицо на но ну правильно тоже надо фильтровать немножко базар свой но мы тут это игра мы рад что ты не забыл папа живем с вами друзья держишься молодцом а то вокруг всегда полно таких недоносков они крутые пока ствол не увидят кто это был чувак что за чувак да неважно через неделю его не станет зато появится другой он угрожал тебе оружие верно он за это заплатит встань вон там да спасибо дальше сам спущусь вот на прощание что это взять карточку твой номер давай возьмем номер его твой номер может пригодиться вдруг мы с тобой еще поработаем вместе как два года назад спасибо падре мне пора но с богом чего ругаетесь ребята тут вот такое на бухарики были местные ты чего затеваешь а как вы ебать ему я еще биться пока не умею приближать помогут а что купить можно был бутылку воды вошли какой-то купили что-то бурита xl для крутых так куда нам надо на парковку походу звонит кто-то я на месте ищу твоего человека рик отличный парень отвечаю доверяю ему как брату ну чё тут чисто на парковке нормально найти рик и дополнительно ну давай найдем рик и дополнительно очень начала рик и найдем а потом уже машину такие вот тачки будущего я могу служить и от кирка а камера я вырубил у тебя 20 минут делай свое дело вот так вот поняли камеру вырубили смотрите опустились чтоб уехать отсюда нам нужно угнать просто тачку и дело в шляпе но как мне подсказывает моя интуиция не все так просто как кажется найти рейфилд такая тачка ну сейчас мы найдем я кирк вижу машину прикольно такая как бэтмобиль такой да пацаны смотрите бэтмобиль прикольно вот чё пчёп русские сладость своими сладоевесты такую не сделали я думаю было бы пушка взломать замок сейчас протестируем это чудо техники маловерный ты человек работают теперь заводи тачку и позвони мне с дороги подскажу куда ехать ну такая панель здесь похоже проблем быть не должно четко че только тут нету нифига а вот папа здравствуйте и еще кто вылезай блять живо уехать опа не едет блять водить умеешь вылезай ты чё творишь все короче угнали тачку мы джеки уэллс мой добрый сосед так и не поумнел не наград эй детектив стец надо же какая встреча инспектор стец один перхоти подзалопной тут жить и тут подыхать я как всегда был прав чё молчишь у я уж болтать что теперь как что поедете искать счастье в колонию да ладно инспектор тебе то с этого что закроешь нас посидим и до суда поплюем потолок отдадут на максимум пару месяцев а может и вообще отпустят потому что в тюрьмах только стоячие места остались вор это они простые мурюшные бродяги кто там мы взяли их с поличным мистер фуджо а ты это чем от чатачка да нахрена это надо у меня нет времени снимать показания играть следствие вы предлагаете их отпустить я предлагаю сломать им ноги надеть наручники и бросить в море чтобы не всплыли все это слышали сейчас будут ноги ломать пиздец вот так вот угнали тачку здесь поломали ноги блять руки блять вот и ребята не угоняйте тачки это очень чревато и последствия ноги поломать и в море выбросить ну прикольно прикольно что у вас всех 5 нос поломали вот честно там такая обстановка была я уж решил что мы живыми не выберемся я тоже стен стаящи конечно мразь но капля чести у него все-таки осталось думаешь это его честь нас спасла и то что он сам из хэйвуда как и мы если б не я ты бы уже рассекал по городу на этой красавице да не переживай это дело пованивала с самого начала самопальному говну из кабуки такая сигналка не по зубам ничего удивительного что копы приехали ну познакомимся по-человечески давай джеки уэлс в погоди ты бываешь койете погоди уэлс как мама уэлс ну понятно откуда я знаю эту фамилию все верно койот это кабак моей мамы странная как мы раньше не встретились телевизор выключится ну давай это скажешь я и получил заказ на тачку откидка работаешь с этим абсосом пепе торчит ему кучу денег вот я за него и вписался твой пепа конечно вообще прогнуться под такую гниду как кирк ты же слышал что говорят за ним стоят картели картели я видел ребят из картелей и могу тебе гарантировать ни один из них про кирка даже не слышал этот каброн еще пожалеет что подставил кого-то из хеймада я бы чего-нибудь заточил мамас ну пошли перекусим вот так сразу ты мне только что пушку к виску представлял помогает моим друзьям тот мне тоже друг ночью без обид без обид ночи как по мне это хорошее начало начало чего нашей дружбы мы просто два сапога пары но мне как-то больше начала за кочевника нравится там более как-то логически они познакомились вот здесь как-то вот друзья блин ну давай друзья товарищи раз уже выбрал за эту линию проходить будем проходить давай вставая и да это хорошо пошли здесь когда сохранение побольше я смотрю вот помню за тех когда играли здесь только не было загрузок получается здесь идет загрузка загрузка почему-то здесь начало у всех у всех разное немножко нового рано или поздно к одному и к тому же мы приходим вот к одной тоже месяц или там уже потом говорят что эта игра смотря какой выбор как я не сделаю она будет влиять дальше на сюжет ну вот да это мы уже видели показывают как мысли познакомились подружились все теперь начали он дела вместе делать короче он где-то торговый какой-то наркотой он вот весь работаем на этого чувака у бабки машины такие два крышка зубы выбили ну как похоже на меня немножко такой лет десять назад ха-ха-ха-ха сами знаете где сейчас большинство регент найт-сити на кладбище к счастью тут абсолютно насра чего-то начинал и откуда приехал самое главное какую дорогу ты для себя выбрал это найт-сити город мечты стволы оружие ну вот это самая короткая какой-то вступли ну вообще на начало было получается за корпоратов мне не очень вот тут как-то не очень да ну самое интересное было за кочевников почему-то мне понравилось вот ну я так понимаю здесь в этой игре здесь нету разницы за кого ты начинаешь это в дальнейшем в дальнейшем будет все развиваться и те кто ее похитил тоже скорее всего смотри в оба слышишь ви а кстати у меня есть подарочек милитеховский обучающий чип на случай если захочешь освежить знания так сказать как насчет небольшой виртуальной разминки да давай пройдем обучение чтоб я хотя бы не тупил тут блять на что тут на какую кнопку нажимать правильно пройдем мы я обещал что мы в основном прохождение это сделаем давай берем давай хуже не будет давай вставлять крышку эту в лапсе вау уплыли опа начнем с курса базовой боевой подготовки этот сеанс будет записан и подвергнут оценке как серьезно все ну давай начнем раз такое дело раз такая пьянка этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов то чему вы здесь научитесь поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя я расскажу вам как эффективно стрелять скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника ну и в милитехе милитех шифрует все через жопу вау 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 начать обучение ну давай посмотрим что за основу боя бля очень много загрузок хорошо что не быстренький очень сейчас будем проходить курс учебной стрельбы ничего сложного обещаю давай так взять пистолет выстрелить прицелиться перезарядить убрать оружие держать нажать дважды я знала что у тебя проблем не будет может тогда немного поднимем планку давай тут какие то блять а наступят быстро что ж неплохо но учти в реальном мире у мишени будут пушки ну да здесь короче пистолет это стрелять я думал так стреляет да надо нажимать вот а если я зажимаю видите он как пулемет долбит короче давай посмотрим интересно исчезнут эти пульки или нет дергать центровку у меня джойстик дергается вот смотри какой-то бак я навожу он в раз потом так вот резко дергается странно вот автомат калашникова кибернетически давай взять что ты стоишь беги в укрытие так чтобы присесть и спрятаться нажмите кружок укрытие защитит вас от вражеского огня на тебя подбили если хочешь выжить доставай реаниматор вы ранен но если ваш уровень здоровья подеду нуля вы погибнете давай достанем арене матор Полученные расходуемые предметы автоматически помещаются в свободную ячейку быстрого доступа в снаряжение. Нажмите, чтобы восстановить здоровье. Ага, все, я вижу. Это вон слева получается. Видите, вон? Давай. Ну? Ну, готов, давай. Так, это сесть. А как, блядь, встать теперь-то? Вон встали. О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что, блядь. Блядь. Готов, да. Очень хорошо. Встань на платформу и пойдем дальше. Давай. Ну, пока тут перестрелки, ну, прикольно. Я бы не сказал бы, что они ужасно как-то сделаны. Чувствуется немножко отдача вооружу, что-то есть, но разница есть между пистолетами и автоматом. Сейчас у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Ну, ты уже тут сидишь. Так, взлом. Ну, давайте к взлому сейчас перейдем. Здесь у нас с новой боем мы прошли. Сейчас взлом у нас будет. Ты приглашение ждешь? Что-то такие наглые, подторапливают. Давай, научат нам взломать. Помните, там было как-то у меня, нужно было дверь взломать, я не знал как. Давай, что тут за взломы такие. Посмотрим сейчас с вами. Чтобы провести сканирование, зажмите... Блядь, не вижу, что там за кнопку какую-то, зажать-то надо, нахуй. Это вот этого чувака взломать надо, да? Вот. Предметы, которые остаются в здании, подсвечены золотым. Просканируйте два таких предмета. Сканер подсвечивает интересные объекты вокруг вас и предоставляет о них ценную информацию. Золотым, что подсвечено, это можно... Это робот мы видим, корпорация Аросака. Окей, мы можем взломать вот этот сервер, походу. Вот, просканировали. И ноутбук его можно взломать, походу. Угрозы обозначены красным. Устройство, которое можно взломать, подсвечено зелёным. Объекты, с которыми можно взаимодействовать... ...голубым. Давай вот эту лукку не взломаем. Вот эту. Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства в боевой обстановке. Господи, на языке мануалов даже хак. Попробую аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Окей. Давай хакнем. А как хак это? Поскольку у вас есть кибердека, вы можете выбирать скрипты и их цели во время сканирования. Отправьте скрипт отвлечения врагов, чтобы сбить струк охранников. Чтобы просматривать доступные скрипты, используйте вверх-вниз. Так, запрос. Отвлечение врагов. Длительность 30 секунд, длительность. Ну давай. Вот такой выберем. Запустите. Гребаные корпораты. Торжество формы, блядь. Быстрый взлом, время действия. Значок на взломанном устройстве покажет, когда закончится действие скрипта. Например, по нему можно понять, сколько будет действовать скрипт отвлечения. А, ну вон, ясно он заканчивается, походу. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Капати, куму, уже поздно, блядь. Соберись, Ви. Перезапустить. Все, я понял. Надо было просто быстро это сделать. Попробуй аккуратно. Экран, чтобы отвлечь охранника. Все, взлом пошел. Соберись, Ви. Так, что это за... Я же взломал. Или он меня увидел просто на все. Попробуй аккуратно. Ну, мы все сделаем. Экран, чтобы отвлечь охранника. Гребаные корпораты. Торжество формы, блядь. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Экран, чтобы отвлечь охранника. Хакнули. Гребаные корпораты. Торжество формы, блядь. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Давай, ты сможешь. Где он, блядь? Почему? Что это такое? Вы, блядь, меня мучаете, блядь. Аккуратно хакнуть экран. Чтобы отвлечь охранника. Гребаные корпораты. Торжество формы, блядь. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Давай еще с утромним по-тихому. Бесшумно двигаемся. Ну все, он твой. Устраняй его. Как, блядь? Сквертануть, нахуй. А, во. Совершительный смертельный обезврежет. Давай. Чик, нахуй, все. В нашем деле главное, не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Чтобы поднять тело, подойдите к нему вплотную. Посмотрите на него, зажмите. Тут еще и прятать их нужно. Оглушив и любив врага, вы можете спрятать его тело. В это вере того, что узнал другие. Ну вот, наподобие как Хитмана, помните? Ну, давай в мусорный ящик сейчас выбросим. Готово нам. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Это как? Обезвредить, спрятать тело сразу. А, если получается, если они возле ящиков находятся, возле каких-то, можно сразу хрущих. Шлепнуть. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь? Удачи. Быстрый взлом позволяет перехватывать управление разными устройствами. С помощью зажмите, чтобы включить сканеры на камеру. Чтобы отправить скрипт в контроль камеры, нажмите ОК. Сложные скрипты позволяют вам использовать в своих интересных элементах окружения даже врагов. Вы можете взламывать устройство и врагов, даже если уже управляете камерой или турелью. Вот так. Ну давай, сейчас. При помощи камеры здесь можно взламывать. Какой-то взлом наподобие этого вейчдога, по-моему, сделали они. Ну давай вот это у левого взломаем сейчас. Так, если у вас не хватает отков в памяти, чтобы отправить скрипт взрыв гранаты, взлом протокола оказывает эффект на всю сеть. Выполнить его, чтобы уменьшить затраты памяти на все скрипты. Взлом протокола. Ну давай. Ёб твою медь, блядь. Для отправки демона ледокол нужно воспринести последовательного элемента, выбрав их в матрице. Выбранные элементы появятся в буфере. Взлом протокола. Взлом протокола всегда начинают с первой строки. Выбережите 55 из матрицы. Так, как выбрать все? А, вот. Ну вот. 55. Погнали. Ну, как-то так. Дожмите артену. Видите, указатель на одного из охранников. Встретят скрипт взрыв гранаты. Ну, давай взрыв гранаты. Встретят скрипт. У него есть гранаты взорвется? Ну да. Вот так вот. Чтобы отключиться от камер, нажмите кружок. Ну, блин. Тут уже так посложнее немножко нужно. Механики разные. Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Милитехе. Ну что ж, мудрый командир привел тебя прямо к победе. Займи место на подиуме. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Базовое обучение пройдено. Вы завершили обязательную часть обучения. Войдите через дверь, если хотите покинуть симуляцию. Или узнайте больше об игровом процессе. Мы начинаем или как? В дополнительных модулях. Да, пойду ее, нахуй. Пиздите, блядь. Так, пройти обучение зачем мне, блядь? Мне не надо ваше обучение. Зрителю это будет неинтересно смотреться. Такие вот дела. Ну вот как-то тут. Ну тут нас базово научили со взломом. Там, по-моему, как-то... Там бы нас, наверное, обучали. Там холодные оружия есть, катаны разные. Всякие там топоры и все на свете. Нормально. Очень. Можем заняться настоящим делом. Пошли. Я готов. Что там у нас за дело? Следую за Джеки. Последняя игра в спасателей. Кого там спасать-то будем? Интересно. Кто-то звонит нам. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. 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 Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Едем кого-то спасать. Давай. Уходи. А мне пистолет. Я что, блядь, без пистолета буду? Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Это ты? Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. А смотри, как он дитя улиц, да, я прохожу. У меня я могу как-то вот с ними разговаривать. За прошлой прохожили, что пробовал, когда она выходила, я ничего ей не мог сказать. У меня даже не появлялось никакие слова. А здесь, видишь, как с людьми с обычными, я могу контактировать. Получается, видишь, у меня появилось, рукой ей показать, чтобы она вообще, ну, блядь, скрылась, короче. Прикольно. Так, чтобы начать быстрый взлом, посмотрите на устройство, просканируйте его. Так, давай. Сканируем, нахуй. Не тормози, мана. Не высовывайся. Чтобы подсветить интересно объекты, например, ценные предметы, блядь, всякая хуйня такая. Мы что, опоздали? Вилья, это она? Наша цель? Что там случилось? Предметы, которые посвечены желтым, во время сканированной, это важные улики, которые помогут вам воплотить текущее задание. Что тут помечено у нас желтым? Блядь, вот тут вот 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 хуйня. А, при помощи вот этого слова, да, вот мы можем узнавать о предметах вообще. Тут вот что-то лежит, например, смотри, что это. Найди новый чип, спасение на заказ. А, ну тут много еще информации подает, смотрите, в текстовом виде. Давай быстрее, Ви! Ви, не спать. Тут еще пиндахос. Убери его по-тихому. Не торопись, Ви, враги смотрят. Готов, нахуй. Красава, сам бы лучше не сделал. Какую-то ерунду находим, блядь, здесь. Не дергайся, а то нас увидят. Так, нам куда нужно идти? Так, я вижу одного чувака. А, ну что, погнали, ребята. Так, я могу взломать, блядь, походу. Взлом протокола. Замыкание давай, блядь, ему ебанем сейчас. Этому замыкание. Все, замыкание. Сейчас мы тут, блядь, устроены. Блядь, они убивают. Попал! Они убивают очень быстро. Отойдись, ты, блядь, всталку. А ну, собери, истребка! Эй, Вин! Молодчина! Блядь, гранату бросил. Молодец! Все поймал! Кто тут еще есть? Кто перестреливается, блядь? Вин! Займ за голову! Давай! Вот так! О, какой-то, блядь! Оружие здесь можно собирать. И это все! Все, теперь чисто. Кто-то убежал. Давай! Ты! Бак, что у тебя по плану здания? В его комнате есть выход на балкон. Окно слева от вас. Через секунду открою. Я вот сейчас завалю и так его. Просто отвлеки его. Дальше я справлю. Раз! Дверь в комнату тоже открыта. Не жаляй никого! Слышать! На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти? Где-то девица? Ищите, должна быть где-то там. Я вогнулил, блядь, вот он. Какой ствол, смотри. Я его расстрелял. Тут всякого лута, всякие отвертки, разные какие-то находить нужно. Ну, бабки. Так, смотрим, что тут у нас. Блядь, господи боже. Короче, они... Пиздец. Пиздец. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. Но это... Они бросают, короче, людей вот в ванны холодные, да? Чтоб они там, я не знаю, не испортились или что? И... И дорогущие у них, как я понимаю, эти, блядь. И плунтанты, блядь, достают с них. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Подключаю. Глядит она дерьмовая. Ну, видали как? Панель биомонитора. Сандра Дорсет. НС 570442. Латиновый статус в травме. Латиновый? Блядь. К ней по первому чьиху должны были приехать. Получается, к ней должна специальный отряд приехать спасателей. Вооруженные. Но они не дают уберечь, если такая страховка есть в этой игре. Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом и крюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверим, в нейропорте нет щепки. Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на спор. Ожидаемое время... А, сейчас приеду. Прошусь в скорую помощь. Это специальная страховка. Очень дорогая. Которая, я блядь. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ну, не дадутся умерения. Теховой тариф покрывает 90 процессов стоимости транспортировки и лечения. Вот так. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Джеки, ты это. Стой на стреме. Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Неси. Давай, поднимем ее. Она какая-то богатенькая. Только этого не хватало. Джеки, инжектор. Лови, Сэр. Ну, вроде. Вроде помогло. ФРС, выноси ее отсюда. Сиськи колочатся даже. Давай, выноси ее на балкон. Здесь, получается, по... Вообще, я по лору игры читал. Здесь у этих... У дорогих, у которых, да, вот есть страховка, приезжают специальные, блядь, вооруженные, короче, медики. И они, блядь, тебя забирают. И, короче, тут, ну, практически невозможно умереть. Да сейчас подожди ты. Да я тебе расскажу, блядь, людям. Оф. Осторожно, идет посадка. Приехал. В общем, поднакомься с системой безопасности. Следуйте указаниям. Станем в хода. Встал. Станем в хода. А, где тут он, Стас? Смотри, какие они крутые. Пациентку на землю! Пациентку на землю! Пять шагов назад! Быстро! ТТ-133 в центру. Получили пациентку НС-570442. Вели стимуляторы. Допамин 70 миллиграммов. Нонатрина липс 0,5 миллиграммов. И принц 800 миллиграммов. Вот так вот. Хотите такую сейчас страховку, а? Мужики. Ну, шо скажешь. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Где бы руки помыть. Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Ману, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с мести. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может, подбросить тебя домой? На моей машине. Ну, давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Чтобы открыть номер телефона, нажмите вверх. Ну, давай. Бляк, не то я нажал. Чтобы открыть номер телефона, зажмите это. Зажать надо. Бак. Ну, звоним. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Жить будет. Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Лотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Репутация 2 теперь у нас поднялась. Двоечка. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Ману. Я поведу. Ману. Ну что, поехали. Так, я надеюсь, я отключил музыку, которая защищена авторскими правами. Подожди. По-моему, ни хрена, я, блядь, я не отключил. Так.